Приветики, друзья! Сегодняшнее мое видео для тех людей, которые устали болеть вирусной инфекцией целую неделю. Хотят ограничиться несколькими часами или, может быть, максимум одними сутками. Как это сделать? Это доказало огромное количество моих друзей, а потом моих студентов, клиентов. Поэтому давайте научу. Как только начинается вирусная инфекция, у вас есть несколько часов для быстрой реакции. Что такое вирус? Он атакует вашу клетку, заставляя ее делать для себя белковые компоненты. То есть это называется репликация. И мы в этот момент правильными действиями можем оборвать репликацию. Соответственно, вирусов будет меньше, они поразят меньшее количество клеток, ну и все такое. С чего я всегда начинаю? Паударка, паударка. Это кора муравьиного дерева. Заметили, что это противобактериальный, противовирусный, противогрибковый и противопаразитарный эффект. Паударка. Я думаю, что вы встречали это название. Как использовать? Здесь есть такие капсулки. И вы берете две капсулки. Берете две капсулки. Можете заварить в виде... Просто залить кипятком. Добавить что-нибудь, что... Может быть, медика чуть-чуть, чтобы вам было приятно это выпить. И начинайте пить через каждые два часа. Вот, допустим, в 10.00 вы почувствовали, что насморк, что печет в носу, что есть какие-то признаки другие вирусной инфекции. Сразу две капсулки съели. Через два часа заведите будильник. Через два часа пойдут еще две капсулки. Через два часа еще две капсулки. Отметьте, сколько вы капсула съели в течение первых суток. Потому что вторые сутки, это уже, понимаете, надо реагировать сразу. Вот вторые сутки можно уже сделать минус две капсулки. Третьи сутки болезни минус две капсулки. Четвертые еще минус две. И пятые еще минус две. Потом переходим на профилактическую дозировку по две-два раза. Но мне, например, достаточно. Вот если я в течение дня почувствовала, что я заболеваю, я сразу включаюсь в эту схему. Ну, я ложусь спать, конечно, когда я сплю, я себя не бужу. Карты два часа заснула, так заснула. А утром уже все хорошо. Можете поставить, написать свой результат под этим видео. Потому что, ну, я устала собирать эти результаты. Это реально работает. Но надо помогать еще надпочечникам. Помните, что наши надпочечники делают глюкокортикоиды, делают стрессовые гормоны и так далее. Минералы картикоиды, которые тоже участвуют в иммунном ответе. Поэтому что мы делаем? Витамин С с каждым приемом по ударке. Но не более пяти таблеточек. Я показываю витамин С производственной спи, друзья. Я знаю, что вы можете за угол зайти и купить в аптеке. Но я вам этого не советовала. Потому что я вам советую очень качественную форму. Это витамин С, который, его в капсулку положили вместе с флавоноидами. Что такое флавоноиды? Природа никогда не положит витамин С только как витамин С. Потому что природа понимает, что в организме человека витамин С, если он подан без флавоноидов, может запустить плохую реакцию. Это называется реакция фентона. И это будет травмирующая реакция. Поэтому природа никогда в лимон не положит просто витамин С с лимонными флавоноидами. В грейпфрут никогда не положит просто витамин С с лимонными флавоноидами, шиповниками и так далее. Друзья, это так важно. Плюс это слоистая форма. Если вы обычно витамин С слопаете, то 500 мг сразу придет в кровоток. Разберут клетки, не разберут. Это такое дело. Но, внимание, если давать большие дозировки сразу в кровоток, организм включает защиту от дурака. Защита от дурака, аскробиназа. Это фермент, который быстро делает неэффективным витамин С, а он вам нужен сейчас. Просто вы дали слишком большую дозировку. Поэтому мы используем еще большую дозировку, 1 грамм. Но это умная формула. Это слоистая формула. То есть таблеточка сделана таким образом, слоями, что вы утром выпили, например, в 10.00. И целый день, по чуть-чуть, вот она пришла в желудок, там один слой разошелся. Пошел в кровь витамин С. 12-перстная кишка, еще один слой. Тонкая кишка и так далее, и так далее. Еще один слой. Почему не более 5 таблеточек? Ну, потому что большую дозировку витамина С не имеет смысла давать. Потому что аскробиназы, я вам уже сказала, вы теперь все это знаете. Хорошо. А беременным можно? Беременным мы не даем витамин С. Беременным мы даем более низкую дозировку. Ну, просто такую большую дозировку не даем в связи с тем, что там может быть хрупкость кровеносных сосудов. А я думаю о плаценте. Поэтому просто суперкомплекс, девочки. Просто суперкомплекс. Так, хорошо. А детям? А детям мы тоже такую большую дозировку. Ну, можем 1 грамм дать. А детям даем подарка. Мы завариваем, запариваем. И мы даем витазаврики. Так часто, как даем подарка. Детям может быть не через каждые 2 часа, а через каждые 3 часа. И может быть не по 2 штучки. Но если 5-летний ребенок, по 1 штучке. То есть, примерно, если у вас ребенок до 3-х лет делите взрослую дозу, до 5 лет делите взрослую дозу на 3. То есть, 1 треть взрослой дозы даете. С 5 до 14 лет просто половинка взрослой дозы. Так, что делать, если вы живете в Европе, у вас нет по ударкам, у вас реально нет по ударкам. Мы используем листья оливы. Вот листья оливы, я не знаю, кто их ест. Их практически никто не ест. Это тоже противовирусное, это тоже противогрибковое. Это тоже противопаразитарное средство. Это мощнейший антиоксидант. Мощнее, чем витамин С, витамин Е, чем экстракт зеленого чая. Друзья, это очень ценно, очень важно. Просто не завариваем, не запариваем, а глотаем. Глотаем. Просто с небольшим, может быть, количеством еды. Так, что делать, если все равно разболелся и, ну вот бывает, если бы эта технология вообще в 100% помогала в случаях. Но она помогает, может быть, в 80% случаев. Ну, допустим, вы поздно отреагировали. У вас, знаете, почему поздно? Потому что вы не сформировали свою аптечку на случай, если с вами это случится. Поэтому вы сначала заказывали подарка или бегали по знакомым, кто тоже использует ИНСП. Ну, короче говоря, вы не сразу отреагировали. И болезнь как бы разошлась. Репликация вирусов была настолько выраженная, что на самом деле большое количество клеток пострадало. И вирусных частиц просто невероятное количество. И чем опасны вирусные инфекции? Вот если в течение пяти дней сохраняется симптоматика, значит, вы заработали бактериальное осложнение. Соответственно, где-то с четвертого, с пятого дня мы присоединяем тогда коллоидное серебро. Коллоидное серебро – это противобактериальное, тоже противовирусное средство. И это то средство, которое поможет вам быстрее выздороветь уже при бактериальной инфекции. Бактериальная инфекция, откуда она берется? Вирусы подготавливают почву, убивают клеточки. И потом ваша местная микрофлора, оппортунистическая микрофлора, те условно-патогены, которые живут в вас, они начинают развиваться на этих средах. Поэтому коллоидное серебро, у меня есть целое видео отдельное по коллоидному серебру. Позвольте мне в маленьком вот этим видео, ну не все в одно видео вмещать. По одной чайной ложечке три раза в день между приемами пищи. Так, это я вам сказала. Можем ли мы с вами присоединить ароматерапию? Нужно присоединить ароматерапию. Это масло чайного дерева, есть абсолютно на всех рынках. Это скорее всего, когда я была на производстве НСП в США, один из завпроизводством сказал, что наши эфирные масла самые лучшие в мире. Я возмутилась, потому что так нельзя говорить. Вот, я спросила, почему вы так считаете? А он настолько был поражен моим вопросом, он говорит, а кто лучше? Нет, вы скажите, кто лучше. Мы проведем анализ, мы, если что-то, мы обязательно сделаем. Мы просто делаем эфирные масла уже 50 лет. У нас самое чистое сырье, у нас самое дорогое производство и так далее. Короче говоря, методика. Делайте несколько капелек на ладошку. Эфирные масла, они же для наружного применения, да? Делайте такую растирочку и делайте сухую ингаляцию. Можете потом смазать грудь. Мои дети, знаете, как уходили в школу? Мы делали вот такую лужицу на ладошке. Все дети опускали еще пока чистые мизинчики в это эфирное масло и прям немножко ковырялись в носу. Это защита, эфирная защита для ваших детей. Это как для профилактики, и для вам, вам, не только вашим детям. Для профилактики и в том числе, если уж это произошло, то, безусловно, пользуйтесь. В Европе также есть Essential Sheet. Тоже защитная такая. Пахнет иначе, чувствуете? В общем, тоже пользуйтесь. Пусть у вас дома будут разные эфирные масла, но масло чайного дерева, оно прям абсолютно обязательно должно быть в вашей аптечке. Так, я тут вам много чего натороторила, друзья. Возможно, вы не запомнили, но я под это видео положу конспект здоровья номер 2. Конспект здоровья номер 2. Как реагировать при вирусной инфекции. Хорошо? Я вас очень прошу, реагируйте быстро. Здесь ваша скорость играет огромное значение. И если ушли в бактериальное осложнение, друзьям, можно каждое бактериальное осложнение лечить антибиотиками. Но помните о том, что к антибиотикам формируется резистентность. И это очень плохая идея. Когда-нибудь возникнет, не дай бог, ситуация, когда нужно действительно спасать жизнь, потому что там какой-то дикий воспалительный процесс. А антибиотики не сработают, потому что что? Вы ими лечили обычные бактериальные осложнения после вирусных инфекций? Вы серьезны? И еще такой момент. Надо много пить воды. Нужно много пить воды. Поэтому приготовьте себе все виды, особенно ощелачивающих напитков. Либо вода с хлорофиллом. Это солстик ревайв. Вода с солстик ревайв. Просто вода с лимончиком и так далее. Много-много пить. И меня люди спрашивают, а что есть, когда вирусная инфекция? Я не могу есть, когда вирусная инфекция. И вы, скорее всего, не можете. Ну, не на пищеварение нацелена работа организма в этот момент. Но помните, что все антитела, все ферменты, которыми орудует иммунная система, чтобы вы выздоровели, они все белки. Так что же делать? Добавьте себе белковый коктейль. Пусть это будет смарт-милл. Я его обожаю, потому что там и витамины, и минералы, и три вида растительных белка. Или пусть это будет нутриберн, сывороточный белок. Если вы в Европе, пусть это будет коллаген. Какая разница, какой это белок, но вы практически ничего не кушаете. И иногда там два коктейля в день себя нужно заставить для того, чтобы дать, ну, хоть какое-то количество белка для выздоровления, для иммунной системы. Чтобы вы вышли из болезни без потери мышечной массы. Чтобы вы быстрее вышли из болезни. Я вам желаю быть здоровенькими, потому что умненькими. Все болеют вирусными инфекциями, но кто-то часто тяжело и с осложнениями, а кто-то редко, легко и без всяких осложнений. Чего я вам искренне желаю. Ваша Бахтина.